Можно ли взломать биткоин и действительно ли блокчейн биткоина безопасен? Вы на канале Crypto Insight и сегодня мы поговорим о возможности взлома сети биткоина. Сейчас речь пойдет об утверждении, что биткоин, как систему, можно взломать, а это означает, что надежность денежной системы и ваших денег в ней под угрозой. Это утверждение опирается на многочисленные сообщения в СМИ о взломах криптовалютных бирж. Начиная со знаменитого взлома биржи Маунткокс в 2011 году, когда неизвестный злоумышленник или злоумышленники похитили биткоинов на сумму почти 9 миллионов долларов. Взломы криптовалютных бирж и компаний не такое уж редкое событие. Вот к примеру список некоторых случаев. Июль 2014. Крипси. Похищено 13 тысяч биткоинов и 300 тысяч лайткоинов. Январь 2015. Битстамп. Похищено около 19 тысяч биткоинов. Апрель 2016. Шейп Шип. 315 биткоинов. Около 130 тысяч долларов. Май 2016. Гейткоин. Суммарный ущерб составил 250 биткоинов. Август 2016. Битфайнекс. 119 756 биткоинов, что составило около 70 миллионов долларов. Июль 2017. Парити Уоллет. Хакеры взломали сервис онлайн-кошельков и похитили 153 тысячи эфириума, около 32 миллионов долларов. И это далеко не все примеры. Но взлом кода биржи еще не означает, что взломан сам биткоин, как система. Это означает лишь то, что злоумышленники взломали сторонние хранилища приватных ключей, не более. Биткоин, как система, не несет и не может нести, в принципе, ответственности за ненадлежащее хранение приватных ключей от биткоин-адресов. Ответственность за это хранение возложена на самих владельцев адресов. Поэтому взлом криптовалютных бирж, либо других сервисов, на которых временно хранятся приватные ключи пользователей, не является, по сути, взломом системы биткоин. Если у вас супернадежный замок от входной двери вашей квартиры, а вор похитил из вашего кармана ключи, это не означает, что вор взломал сам замок. За всю историю существования биткоина с 2009 года не было ни одного серьезного инцидента, связанного с безопасностью и взломом, приведшего к фатальным последствиям. Но тем не менее, потенциальные угрозы существуют, и мы сейчас их рассмотрим и выясним, насколько они реальны. Всего можно выделить три основных угрозы безопасности системы биткоин. Ошибка в коде системы, приводящая к уязвимости. Взлом приватных ключей. Захват управления блокчейном. Атака 51%. Ошибка в коде системы, приводящая к уязвимости. Биткоин – постоянно развивающаяся система, и код ее основного программного клиента Bitcoin Core неоднократно менялся и совершенствовался. Несмотря на то, что работа над этим кодом ведут независимые профессиональные программисты из разных уголков планеты, а окончательное решение по внесению изменений в код принимается после их всестороннего обсуждения, тем не менее существует потенциальная опасность возникновения непреднамеренных ошибок и уязвимостей. Этот риск мизерный, но он есть, и его надо принимать во внимание. Тем более, что такое уже случалось в истории биткоина. 15 августа 2010 года баг в программном коде стал причиной грязной транзакции в блоке номер 74638. Более 184 миллиардов биткоинов были переданы в одном переводе. На два адреса было отправлено по 92,2 миллиарда биткоинов на каждый, и еще на один дополнительно 0,01 биткоина, которых не существовало до транзакции. Это было возможно, потому что код, используемый для проверки транзакций, прежде чем включать их в блок, не учитывал настолько больших выходов, что они переполнялись при суммировании. Спустя час ошибка была обнаружена, код был исправлен в течение нескольких часов, и в результате преднамеренного форка чистый блок номер 74691 стал заменой для грязного в цепочке. Это была единственная найденная и использованная существенная уязвимость за всю историю биткоина. Следует отметить, что подобного рода ошибки в блоках транзакций можно исправить только при помощи форка, создания более длинной цепи валидных блоков. При этом, разумеется, будут потеряны транзакции, попавшие в фейковую цепочку, но сохранены биткоины, бывшие на счетах клиентов до возникновения форка. Злом приватных ключей. Биткоин-адреса связаны с приватными ключами посредством криптографического алгоритма хеширования на основе функции SHA-256. Хеш-функция SHA-256 является необратимой. Это означает, что невозможно вычислить приватный ключ по известному биткоин-адресу. Потребуется только перебор всех возможных вариантов, которых насчитывается 2 в 256 степени или 10 в 77 степени, то есть единица с 77 нулями. Это настолько огромное число, что для него даже нет названия. Перебрать все эти варианты в поисках соответствия адреса ключу за сколь-нибудь приемлемое время при существующем уровне развития компьютерной техники невозможно. Говорят, что если бы все компьютеры Земли одновременно решали эту задачу, то потребовалось бы время, сравнимое со временем существования нашей Вселенной. Но компьютерная техника и технологии не стоят на месте, а стремительно развиваются. Не исключено, что хеш-функция SHA-256 будет когда-то взломана. Возможно, для этого будет использован разрабатывающийся сейчас квантовый компьютер. Однако, когда это случится, сколько для этого потребуется ресурсов, включая энергетические, пока предсказать сложно. Поэтому взлом SHA-256 в настоящее время это из области фантастики. Захват управления блокчейном. Атака 51%. Что такое атака 51%? Это состояние, когда более половины вычислительной мощности сети биткоина контролируется одним майнером или группой майнеров. Теоретически, этот объем вычислительной мощности дает власть над сетью. Это означает, что каждая клиентская программа в сети верит в подтвержденный блок транзакции атакующей стороны. Что позволяет атакующим осуществлять контроль над сетью, включая следующие полномочия. Создавать транзакции, конфликтующие с чужими. Останавливать подтверждение чьей-либо транзакции. Тратить одни и те же монеты несколько раз. Мешать другим майнерам формировать действительные блоки. Но высокая затратность майнинга вследствие применения Proof of Work служит надежной защитой от попыток взлома денежной сети и осуществления над ней контроля, делая экономически и нецелесообразной атаку 51%. В настоящее время для проведения такой атаки необходимо приобрести оборудование на сумму 7,7 миллиарда долларов, плюс нести затраты на электроэнергию в размере более 5 миллионов долларов в сутки. Теоретически это возможно, но практически трудно осуществимо. Итоги. В настоящее время система Биткоин имеет достаточно надежную защиту от взлома и несанкционированных действий. Эта защита обеспечена надежным и открытым программным кодом, над которым трудятся профессиональные программисты со всего мира. Надежным криптографическим алгоритмом хэш-функции SHA-256. Надежной защитой от атаки 51%, делающей ее очень дорогостоящей. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Субтитры создавал DimaTorzok